Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о календаре ухода за яблоней и грушей. Он поможет вам грамотно организовать уход за этими деревьями и получать качественный урожай со здоровых, хорошо развитых деревьев. Все работы в саду мы приурочиваем к определенным, очень важным этапом в жизни растения, так называемым фенофазом. Именно в эти моменты для растений очень нужна, очень актуальна наша поддержка. Уход, защита от болезней от вредителей, подкормки и полив. Итак, мы начинаем с самой первой фазы. Она идет именно сейчас, а на югах она уже прошла. Это фаза покоя. Сейчас покой у растений вынужденный, и мы заканчиваем обрезку санитарную, формирующую, либо осветляющую. В этот же период, пока растение еще покоится, мы должны сделать то, что не успели сделать осенью. Например, побелить. Мы убираем с деревьев усохшие плоды, которые могли остаться с осени, гнезда различных вредителей. Зачищаем кору от отмерзшей лишайников, мхов и так далее. И, наконец, растение начинает вегетацию. Первая фенофаза в жизни растений – это набухание и распускание почек. Можно сказать, что это самая важная критическая фаза. Вместе с растениями в этот период просыпаются и болезни, и вредители. Они выходят из зимовки и готовы наброситься на наши деревья, кустарники и декоративные растения. Если мы в это время успеем их перехватить, то болезней и вредителей будет намного меньше. Поэтому сейчас фенофазу набухания и распускания почек, когда почка расходится, на верхушке появляется зеленый конус и верхушечки листьев, обязательно проводим первую профилактическую, искореняющую обработку. Обычно это препараты меди, такие как медный купорос, азофос, медекс, купраксат, абегапит. Медь хороша тем, что она действует при любой положительной температуре, от плюс трех и выше. Можно также использовать такие химические препараты, как хорус. Он низкотемпературник и прекрасно снимает все грибные болезни. Но мед все-таки, я считаю, лучше, потому что она действует и против грибковых заболеваний, и против бактериальных, которые наносят сейчас очень большой ущерб. В это же время просыпаются различные вредители. Выходит из зимовки цветоед, просыпается тля, листовертки, и мы должны их перехватить, пока они не размножились. Здесь мы можем использовать такие химические препараты, как Актора, Валиантарко, Мавента, Фастак, Фуфанон и так далее. Биопрепараты, к сожалению, в это время еще не действуют. Температура слишком низкая, а им для работы нужна температура плюс 15-16 градусов как минимум. Также сейчас, когда набухают почки, растениям очень важно вступить в сезон во всеоружии, имея хороший запас питательных веществ. Для роста и развития деревьям нужен азот. И азот желательно либо в неорганической форме, как мочевина, либо в виде хорошо перепревшего навоза, перегноя, либо компоста. Многие из наших садоводов правильно поступают, внося перепревший навоз поздно осенью в приствольные круги. И тогда, как только почва оттаивает, азот быстро поступает к проснувшимся корням, и растение начинает вегетацию, то есть рост, уже в полном всеоружии. Если вы этого не сделали с осени, то в период набухания почек обязательно вносим в приствольные круги, то есть на почву, мочевину из расчета 1 спичечный коробок на 10 литров воды, если вы поливаете, либо можно рассыпать по приствольным кругам. Кстати, эта фаза очень важна и для проведения ухода за приствольными кругами, для тех, кто их держит. Их мы рыхлим и заново мульчируем, перегноем, торфом, компостом, чем угодно. Это все защитит корни от пересыхания, восполнит запас питательных веществ, ну и защитит от сорняков. Следующая важная фаза в жизни каждой яблони и каждой груши – это начало цветения. Это бутонизация, розовая почка и баллон. Именно в этот период просыпается большинство вредителей сада и огорода. Различные пяденицы, листовертки, листогрызущие насекомые и болезни, конечно же, вовсю летают уже в прогревшемся воздухе. В этот период очень важно провести обработку от вредителей и от болезней. Мы используем как синтетические препараты, такие как хорус, скор, топаз, топсин-М. Из инсектицидов можем использовать актару. Мы можем использовать децис, карате, конфидор и так далее. Любой разрешенный в вашем регионе инсектицид. И сейчас же очень важно учесть следующий момент. Часто попадает на цветение возвратные заморозки. Для того, чтобы растение легче с ними справилось, ведь пересказать их практически невозможно, обрызгайте свои растения биостимуляторами, такими как эпин, либо экосил, циркон. Все это подымет сопротивляемость растений не только холодам, но и вредителям и болезням. И поможет вступить в плодоношение в полную силу. Кроме того, когда прогревается воздух до 16 градусов и выше, вы можете уже применять биопрепараты. Вместо актары битоксибацилин, вместо, допустим, скоро фитоспорин. Но следует помнить, что биопрепараты нужно применять гораздо чаще, для того, чтобы они имели эффект. И помнить, что когда мы их применяем, солнышко должно либо садиться, многие биопрепараты разлагаются под ультрафиолетом, либо должна быть пасмурная погода, но ни в коем случае не дождливая. Следующий важный этап, на который мы обязательно обращаем внимание, это конец цветения. Опали все лепестки и растения сейчас готовы приступить к завязыванию. От того, как вы его сейчас подкормите, как вы его поддержите, зависит то, сколько урожая будет заложено и какого качества он будет. Чашечки у цветков, уже бывших цветков, еще открыты и через них легко попадает внутрь формирующейся завязи различные болезни. Более того, для того, чтобы завязь формировалась правильно и качественно, растениям, яблоням и грушам жизненно необходим такой микроэлемент, как бор, а также кальций. Сейчас все чаще люди жалуются на горькую ямчатость, когда яблоки ближе к осени начинают покрываться маленькими вмятинками. Это все дефицит кальция. Но восполнять его нужно сразу после цветения, не дожидаясь, пока яблоки дорастут до больших размеров. Итак, мы после цветения опрыскиваем наши яблони любым разрешенным биопрепаратом, либо синтетическим химическим препаратом, составляя баковые смеси. Дело в том, что подавляющее большинство пестицидов совместимы друг с другом. И для экономии времени вы можете совместить в одном бачке фунгицид, инсектицид и удобрение. Как только у растения появляются листья, появляется всасывающая поверхность, мы переходим на удобрение путем внесения по листу вне корневое. Это самый эффективный способ донести нужные элементы сразу целевые органы в листья. Для этого мы можем использовать такие удобрения, как кристаллон зеленый специальный, кемира, экалист, комплимент. Все они имеют в своем составе необходимые макро- и микроэлементы. То есть вы выбираете на этот период те, в составе которых есть бор. Маленький момент. Препараты кальция часто оказываются несовместимы с другими удобрениями, поэтому выносить их нужно отдельно. Либо брать комплимент кальций, либо кальциевую селитру и готовить его в концентрации 0,3%. Это на 1 литр 3 грамма нитрата кальция. И тогда будет очень хорошая поддержка вашим растениям в борьбе с этим опасным заболеванием. Также в этот момент очень важно поддержать растение поливом. Если установилась сухая погода, если дождей было мало, обязательно проводим обильный полив. Это значит, что на каждый квадратный метр под кроной дерева, взрослого дерева, мы должны внести не менее 5-6 бедер воды. Чем меньше дерево, тем, соответственно, меньше вносимое количество воды. Воду можно вносить в несколько приемов, чтобы она не стекала из приствольного круга или полосы, а равномерно впитывалась и попадала в корнеобитаемый горизонт. И тогда эффект будет максимальный. Наконец, растение начинает формировать зависть. Этот период очень важен, потому что очень многие вредители, такие как пилильщики, листоврызущие всякие листовертки, пяденицы и прочее, именно к этому моменту стараются вывести свое потомство. Эта фаза называется зависть размером с лесной орех. Как только вы заметили, что ваши яблочки, грушки достигли этого размера, самая пора, осмотрев сад, приступить к следующему этапу ухода. А именно, если вы видите, что у вас засилье насекомых, берем сексициды. Если их много, обращаем внимание на серьезную химию. Если вредителей немного, буквально единичные, мы обращаем внимание в первую очередь на биопрепараты, такие как битоксибацилин, фитоверм, окарин. Это от вредителей. Либо народные средства, такие как табачная птуль, табазол, мыльно-содовый раствор, которым хорошо смывать тлю в небольших количествах. Но если вредителей много, то тут без синтетической тяжелой химии не обойтись. И поверьте, лучше вовремя применить немного синтетической химии, нежели потом, когда вредитель размножится, использовать ее очень часто и неумеренно. В этот период, когда формируется, растет зависть, растениям нужна обязательно подкормка. Поэтому во время защиты от вредителей и болезней добавляем в баковую смесь одну из вышеуказанных удобрений, которые мы уже озвучивали. Это может быть тот же кристаллон зеленый. Это может быть комплимент. Здесь уже вступают в дело другие микроэлементы. По-прежнему кальций, но обязательно магний, цинк, железо и другие. Они помогут сформировать здоровые, крепкие, полноценные плоды. Если вы держите приствольные круги заложенными, обязательно подкашиваем под деревьями. Дело в том, что излишняя влажность, которую создает травостой, способствует распространению болезней. Эту скошенную траву можно использовать и как мульчу в приствольные круги, и как сырье для компоста. Но допускать траву по пояс в саду я вам категорически не рекомендую. Отмечено, что в таких заросших садах и деревья растут хуже, и болезней больше. Наконец, наши яблоки достигли размера с хороший грецкий орех. Это очередная важная фаза в жизни яблони и груши. К этому моменту появляется главный вредитель сада и огорода – это плодожорка. Для борьбы с ней создано огромное количество различных средств, начиная от феромонных ловушек, ловушек с вареньем, заканчивая бетоксибацилином и лепидоцидом. Обратите внимание на этот препарат. Он создан специально для борьбы с плодожоркой и не наносит вреда другим насекомым, которые могут быть полезны вашему саду. Если же помимо плодожорки вы отмечаете тлю, пяденец, других вредителей, обязательно проводим опрыскивание либо биопрепаратами, а либо одним из разрешенных пестицидов. И также для этой фазы очень важно защитить яблоню и грушу от болезней, таких как паршан. В первую очередь мы берем такие системные препараты как Скор, Араек, Топаз и другие. Луна Экспириенс, Луна Транквилити. Они хорошо защищают яблоки и груши, помогая им уберечься от опасных заболеваний. Ну и конечно полив. Часто бывает так, что именно из-за недостатка полива в засушливые годы яблоки получаются либо мелкими, либо дерево сбрасывает изрядную часть завязей из формировавшихся практически плодов. Яблоки, которые выросли в недостатке влаги, они хуже хранятся, имеют меньше витаминов, меньше питательных и полезных для нас веществ. Поэтому обязательно поливаем яблонь. Норму вы уже знаете 5-6 ведер воды на 1 квадратный метр для хорошего развитого плодоносящего дерева. Ну и наконец созревают ранние сорта яблок и груш. Здесь нужно быть очень внимательными. Вредители не спят, а химию использовать нельзя, потому что до созревания остается совсем немного. И здесь вам на помощь придут только биопрепараты, либо народные средства, отпугивающие вредителей и болезни. Это фистоспарин М, это опять же фитоаверн, окарин, битоксибацилин. Только помните, что обрабатывать этими биопрепаратами сад нужно буквально каждые 5-7 дней. А если прошел дождь и смыл его, обработку придется повторить после дождя. Для осенних сортов, зимних и поздне-зимних, до момента съема и закладки их на хранение, на переработку, можно провести еще одну обработку защитную от болезней и вредителей. И здесь вы уже в первую очередь смотрите на состояние у вас в саду. Если вредителей нет или их очень мало, используем опять же биопрепараты. Если вредителей много, используем препараты химические. Главное условие, до момента съема должно пройти не менее чем 3 недели. Также защищаем наши яблоки и груши, которые предназначены для хранения от болезней. Это конечно же парша, самая распространенная вредоносная болезнь. Используем любой из разрешенных фунгицидов. Это может быть и луна экспириас, и топаз, и скор, и другие препараты, которые внесены в реестр вашей страны. И наконец, вы убрали весь урожай. Заложили на хранение. Что делать с садом? Многие оставляют деревья в таком состоянии до момента листопада. Но часто бывает так, что от момента уборки на летних сортах до листопада полтора, а то и два месяца. И за это время могут размножиться очень многие вредители сада и огорода. В это время очень важно провести защитную обработку от болезней и вредителей и подкормить наши деревья комплексным удобрением, в котором будет обязательно небольшая доза азота, но повышенная доля фосфора и калия. Ну и конечно микроэлементы. Это может быть кристаллон желтый, либо коричневый, где доля азота постепенно уменьшается. Либо комплимент, эколист. Главное условие, азота должно быть минимум. Дело в том, что калий и фосфор помогают деревьям окончить ростовые процессы, запускают одревеснение и подготовку к уходу в зиму. Также в это время обязательно осматриваем деревья. При уборке часто ветки ломаются и не стоит откладывать их удаление до весны, до зимы, до обрезки. Лучше удалить их сразу. Санитарная обрезка проводится сразу, как только появляется пол. Ну и наконец, листопад. Важный этап в жизни каждого растения. Оно сбрасывает листво, на который все лето развивались различные болезни, которые имеют повреждения насекомыми. На коре остаются яйцекладки, которая ставила тля на будущий год. Под корой прячутся зимующие стадии насекомых-вредители, личинки, взрослые насекомые и так далее. Проведите искореняющую обработку вашего сада 7-10% раствором мочевины или карбамида по-другому. Это значит, что на 10 литров раствора вам следует взять 700 грамм килограмм мочевины. Этим раствором мы обильно смачиваем листву как на деревьях, которая еще не опала, так и опавшую. Мочевина буквально выжигает инфекцию и помогает опавшей листве быстро разложиться за зимний период. Также в период листопада можно побороться с мхами или шайниками. Для этого вам понадобится зольный щелок, настой свежей печной древесной именно золы на горячей воде, а либо крепкий раствор железного купороса 4-5%. Некоторые садоводы рекомендуют доводить концентрацию железного купороса до 7-8%. Для растений, которые окончили вегетацию, это не страшно. На зеленых частях такой раствор может вызвать серьезные ожоги. Поэтому готовим зольный щелок из расчета 2,5-3 килограмма свежей древесной золы на 10 литров горячей воды, настаиваем сутки, сливаем прозрачную часть и используем ее для опрыскивания стволов и ветвей, на которых поселились мхи или шайники. И уже буквально в течение одной-двух недель они отмирают и могут быть легко счищены. Счищаем их вместе с отмерзшей корой, под которой прячутся различные вредители. Только не забываем предварительно расстелить под деревьями плотную ткань, бумагу, пленку, чтобы ничего не осталось на почве. Все собранные остатки обязательно сжигаем. И наконец, когда вы почистили кору, убрали все лишнее, убрали все опавшие плоды, убрали больные ветки, мы приступаем к покраске деревьев осенью. Многие красят деревья весной, но часто эта покраска носит чисто декоративный характер. Дело в том, что самые серьезные ожоги морозобойные деревья получают в феврале-марте месяце, а не в мае. Поэтому правильнее будет покрасить деревья именно с осени. И наконец, когда почву прихватят заморозками, мы раскладываем перепревший навоз, перегнуй в приствольном кругу, если кто-то практикует такое, мульчируем торфом либо компостом. Это помогает, кстати, предохранить корневую систему деревьев, особенно наклоновых, карликовых, подвоях, карликовых, полукарликовых, от подмерзания в суровая зима. Толщина мульчи должна быть порядка 10 сантиметров, тогда она прекрасно выполняет свои функции. Ну и наконец, защищаем молодые деревья, яблони и груши от мышевидных грызунов, полевок и от зайцев. Для этого можно использовать как еловый лапник, как самый экологичный способ защиты, так и специальные перфорированные цилиндры, которые одеваются на стволик дерева и защищают от этих вредителей сада. И ваши растения уходят в зиму, уже подготовленные на все 100%, с тем, чтобы рано весной снова начать свой извечный бег, свой круговорот. Процветания вам и вашему саду, хороших вам урожаев. Подписывайтесь на наш канал и спасибо вам за ваши просмотры, за ваши лайки. До новых встреч!